Добрый вечер, это программа послесловия. Меня зовут Ольга Павлова. Все больше делается в Екатеринбурге для удобства и для повышения скорости перемещения трамваев. Ну и вообще приоритет общественного транспорта сегодня явно широко обсуждается. В частности, о двух интересных новых проектов трамвайных мы поговорим сегодня с нашим гостем, заместителем председателя Комитета по транспорту администрации Екатеринбурга Сергеем Искеевичем Сергеем Геннадьевичем. Добрый вечер. Здравствуйте. Ваши вопросы мы ждем по телефону 222-0041 для абонента послесловия. Так много для трамваев делаете, гнева автомобилистов не боитесь? Ну, я думаю, что наш город уже насыщен автомобильным транспортом, особенно в центральной части города. Больше привлекать его в город просто некуда. И поэтому необходимо сейчас больше внимания обращать к общественному транспорту, чем мы и занимаемся. Ну, конечно, в перспективе, ведь автомобилист может пересесть на трамвай, что ему потребуется? Удобство и скорость, наверное. Если честно, да, мы к этому и стремимся, чтобы большая часть населения, которые сейчас ездят на личном транспорте, пересели на общественный. Сразу две такие темы в последнее время на этой неделе, на самом деле, буквально возникли. Одна из них – это отмена возможной или уже очень вероятной отмена левых поворотов, в частности, на одной из центральных улиц на 8 марта. Да, на прошлом заседании комиссии по безопасности дорожного движения был рассмотрен данный вопрос запрещения левых поворотов на улице 8 марта. Это участок от улицы Куйбышева до улицы Щерса. Все знают, что на улице 8 марта значительно затруднено движение трамваев по причине создания помех именно автомобилистами, которые едут по трамвайным путям и поворачивают налево на перекрестке, стоят, пропуская встречный транспорт, тем самым создают помехи для движения трамваев. Чтобы данную ситуацию снять, мы предложили, и комиссия по безопасности дорожного движения городская этот вопрос утвердила, запретить на данном участке левые повороты. Но не все, например, на перекрестке с улицы Большакова… Выдохнули на этом месте автомобилисты, так, где остается? На улице, пересечении с улицы Большакова, там, где по улице 8 марта имеются по три ряда движения, левые повороты останутся. Но, опять же, для трамвая будет установлен свой светофор трамвайный, который будет включаться немного раньше, чем транспортный светофор. И трамвай беспрепятственно будет проезжать данный перекресток. Кроме того, на перекрестке с Декабристов при движении из центра города левый поворот также останется, чтобы автомобилисты могли возможность выехать на дублер улицы 8 марта на улицу Степана Райзина. Когда все это реализуется? Я думаю, мы начнем установку знаков в марте месяца этого года. То есть уже все заработает. Это первый этап улицы 8 марта для отмены левых поворотов. Где-то еще планируется введение? Да, постепенно мы будем данное мероприятие вводить на всех улицах города с трамвайным движением. Я вспоминаю перекресток Шевченко-Луначарского, где отменили левый поворот, может быть, год назад. Активно нарушают автомобилисты. Тут есть вопрос, что на каждый перекресток, где установлены запрещающие знаки сотрудников ГИБДД, поставить невозможно. Их просто не будет такого количества. Поэтому в настоящее время прорабатывается вопрос возможности установки средств фото-видео фиксации нарушений. Думаю, только в этом случае мы можем добиться стопроцентного соблюдения правил дорожного движения. Да, но это мероприятие уже дорогостоящее довольно, видеофиксация. Это все бюджетные деньги или разные источники финансирования? Это все бюджетные. Еще один важный проект, о нем тоже нельзя сказать, но это вообще такая история с 100-летней, или когда-то у нас были. Сейчас поправите, зрители поймут, о чем я говорю. Это вновь организованное трамвайное движение по 8 марта на участке отродящего до Ленина. Уходили от этого и вот вернулись. Да, то есть в начале каких-то 80-х, наверное, годов у нас было трамвайное движение на улице 8 марта на участке от Ленина до Радищева. Потом данные трамвайные пути были демонтированы, что-то, наверное, осталось под существующим сейчас асфальтом, но, тем не менее, трамвай там перестал ходить. В настоящее время у нас есть стратегический проект, удобный общественный транспорт, который подразумевает восстановление на этом месте трамвайного движения. Но проект у нас на дальний период. Однако, в связи с тем, что в городе будет проходить чемпионат мира 2018 года по футболу, и в районе центрального стадиона будет строительство и реконструкция уличной дорожной сети, а конкретно еще и строительство улицы Татищева, будут произведены работы по строительству подземного пешеходного перехода на перекрестке 8-го, вернее, Московская-Ленина. Для его строительства, чтобы осталось движение трамваев по проспекту Ленина, необходимо несколько раз переложить трамвайные пути на подходе к этому перекрестку, что потребует значительных капитальных вложений. И вот здесь появилась такая идея, а почему бы не построить сейчас участок трамвайного пути по 8-го марта от Татищева до Ленина и закрыть движение трамваев и автотранспорта на проспекте Ленина в районе улицы Московской полностью, быстро построить там пешеходный переход, после чего открыть движение, а на время строительства объезд трамвай мог бы осуществлять по улице Московской, Радищева и по строенному участку 8-го марта. Да, но он и остался бы работающим вариантом и после завершения работы. Да, если этого не делать и строить обходные пути на время строительства различных этапов этого пешеходного перехода, то деньги, которые на это пойдут, это просто выбросим на ветер, потому что после завершения строительства ничего нового в городе не появится. Но это уже принятый вариант или еще все-таки? Нет, он пока на обсуждении прорабатывается и стоимость этого строительства, и возможность применения там различных методов строительства трамвайных линий, поэтому пока еще в 100% не решено. О чемпионате мира заговорили, мы все, конечно, ждем в предвкушении низкопольных трамваев в Екатеринбурге, но я знаю, что уже совсем скоро один может выйти на линии на наши городские. Да, у нас есть договоренность с разработчиком Екатеринбургского трамвая, это Урал Трансмаш, который разработал низкопольный трехсекционный трамвай. Буквально в конце февраля он выйдет на техническую, так сказать, эксплуатацию. Но он пассажиров будет принимать? Или пока? В городе Екатеринбурге будет ходить по проспекту Ленина. Первую неделю мы планируем его обкатать без пассажиров, а после, если все пойдет нормально, начать возить пассажиров. А маршрут неизвестен пока? Пока мы этот вопрос прорабатываем, но я еще говорю, что мы планируем, что он будет ходить по проспекту Ленина. Держите в тайне, скорее, мне кажется. Пара вопросов от наших зрителей, их довольно много. Троллейбусы разве не относятся к общественному транспорту, спрашивает Александра Андреевна, почему им не уделяется должное внимание? Троллейбусы относятся к общественному транспорту, однако с троллейбусами несколько сложнее. Если мы трамвайные пути можем обособить бордюрным камнем, разметкой, то вот по обособлению полос общественного транспорта, который существует у нас сейчас на Белинского, на Карломарса, на Щерса в районе автовокзала, наблюдается такая проблема, что автолюбители нарушают требования правил дорожного движения, начинают ездить по этой полосе, паркуют свой автотранспорт здесь, создают помехи. То есть мы тоже планируем внедрять полосы общественного транспорта, пневмоколесного, автобусов, троллейбусов, но здесь необходима обязательная установка средств фото-видеофиксации. Планируется ли убрать трамвайные пути Фрунзе 8 марта, спрашивает Игорь? Нет, пока в ближайшее время вынос трамвайного депо с улицы Фрунзе не планируется, поэтому у нас все трамвайные пути по Фрунзе по 8 марта пока остаются. Валентина Николаевна мечтает о скоростном трамвае в Верхнюю Пышму в двух словах. Сдвинулся ли проект или пока это говорить рано? Здесь тоже данный проект решается с УГМК. Насколько я знаю, проект в стадии разработки. В общем, в работе. Ждем. И, может быть, одну из следующих программ посвятим этой теме. Сергей Искевич, благодарю вас. Сергей Игнатьевич, зампредседателя комитета по транспорту администрации Екатеринбурга. Хорошего вечера. Спасибо. Спасибо.